Тангуты Тангуты – классический пример исчезнувшей цивилизации. Государство тангутов просуществовало 300 лет и было стерто с лица земли. И никогда человечество не узнало бы о культуре тангутов и их искусстве, если бы не Петр Кузьмич Козлов, российский следователь, который обнаружил в песках затерянный черный город Харахота, город тангутов. Сейчас сокровища из этого города, прекрасные произведения тангутского искусства мы можем увидеть в Эрмитаже. Субтитры создавал DimaTorzok Начало XX века отмечено настоящим паломничеством в Центральную Азию разных европейских экспедиций – немецких, французских, английских, российских, в том числе и экспедиция Петра Кузьмича Козлова, который уже не впервые отправился в это далекое путешествие. Он не был археологом, он не был историком, он был, во-первых, военным человеком. Они занимались топографией, метеорологией, ну, вообще изучением этой территории. Но Козлов был романтичной натурой, и он давно слышал о существовании какого-то мертвого города, города, засыпанного песками. Дорога пролегала из Улан-Батора, недалеко как бы от этих мест. Но почему-то никто не мог найти туда путь. У Козлова был замечательный помощник, переводчик, человек, который, собственно, и нашел дорогу в этот город при помощи местного князка. Вот, значит, Козлов нашел развалины этого города. Они сохранились до сих пор, довольно высокие стены, и все засыпано песком, потому что когда-то там была вода, река, а теперь эта река ушла. Недалеко, но все-таки уже город из-за отсутствия воды, ну, как и из-за войн, перестал существовать. Козлов сначала покопал там немножечко, кое-что нашел, тексты на непонятном ему языке. Но он языков вообще не знал, восточных. И он отправил небольшой караван, небольшую посылку отправил в Петербург. В Петербурге эти тексты и некоторые маленькие иконки произвели сенсацию, потому что они были написаны на тангутском языке. И Ольденбург, который был ведущим ученым, ведущим эндологом и академиком, они попросили Козлова откочевать, зиму провести в другом городе, а потом опять вернуться. И вот в мае девятого года Козлов туда вернулся, попытался там что-то еще найти, но все очень трудно. Я не знаю вообще, как китайские археологи сейчас там копали, потому что тут же засыпается все песком. И когда Козлов отсутствовал, его сопровождающие казаки, удалые ребята из Забайкалья, разрушили Субурган, разрушили вот эту ступу. И там-то в этой ступе и оказались спрятаны все сокровища. То есть у нас в Эрмитаже 3,5 тысячи номеров инвентарных, да? Из них приблизительно 250 жилописей, которые я вам показываю, около сотни скульптур. И остальное – это археология, самые разные вещи. А в Институте Восточных рукописей 8 тысяч единиц хранения текстов. То есть это действительно настоящее сокровище. Тангуты занимали территорию южной части пустыни Гоби, большой излучины реки Хуанхэ и Ордоса. Эта территория находилась между Китаем и Тибетом. В начале 11 века они объявили себя империей, независимой от Китая, от Сунского Китая. И начиная с этого времени, начиная с 11 века, но наша коллекция чуть позже, может быть, это конец 11, начало 12 века и до конца 14 века. Вот такие хронологические рамки, живописи, скульптуры, которые я на сегодня и буду вам показывать. Государство Западное Ся, оно не было ни мощным, ни могущественным. Его окружали очень сильные культуры. И культуры с большой давней традицией. Во-первых, конечно, Китай. В это время в Тибете вторая волна распространения буддизма. К западу от тангутов жили уйгуры, которые в это время тоже были очень сильными. 200 с лишним лет существования тангутского государства. Конечно, это замечательная страница, но ее никак нельзя назвать самостоятельной, независимой цивилизацией. Она зависит от всех соседей, от всех мощных культур, которые ее окружали. Поэтому я и говорю между Китаем и Тибетом. И это замечательно видно на нашей экспозиции. Один зал посвящен целиком тибетскому стилю в тангутском искусстве. А второй зал – китайскому стилю. И произошло такое замечательное явление, как соединение этих двух стилей. Возможно, Хрохота как раз то место, где мы впервые можем проследить так называемый тибетокитайский стиль. Я подкажу это потом на конкретных примерах. Вся наша коллекция абсолютно уникальна. Нигде в мире нет ничего подобного. Но среди этой коллекции, естественно, есть вещи более высокого художественного уровня или более низкого. И есть шедевры. Вот это действительно шедевр, равного которому нет нигде. К сожалению, сейчас эта знаменитая тканая икона с изображением зеленой тары, одного из божеств буддийского пантеона, к сожалению, она выгорела, очень сильно выгорела за эти полторы тысячи лет. И кажется, это придает ей особенную элегантность. Она такая спокойная по цвету. На самом деле она была очень яркая, что видно на обратной стороне, где мы можем углядеть нити красного, зеленого, ярко-синего цвета. Когда Тибет встал на ноги, то правитель Тибета пригласил в жены китайскую принцессу и непальскую принцессу. Одна из них стала воплощением, она была обожествлена, она стала воплощением белой тары, а вторая – зеленой тары. Вот такое интересное происхождение у нее. Она просто невероятно красива сама по себе и по цвету. И посмотрите на низ, где среди лепестков лотоса танцуют и играют на музыкальных инструментах апсары, ну, дакени. То же самое и наверху, и эти деревья – это сочетание зеленого и синего. И вокруг трона, на которой сидит тара, горы вот так вот геометрическим таким узором в виде ромбов или неправильной формы треугольников изображались у тангутов горы по образцу тибетских. Что такое кэсы? Это шелк, тканый шелк. Если дословно переводить это китайское слово, то это будет, значит, разрезанный шелк. На самом деле его никто не резал. Это такая техника, когда между отдельными кусками ткани пропускается как бы нить свободная. И если смотреть на просвет, то будет казаться, что она соткана из отдельных кусков. У нас есть еще образцы ткани кэсы. Их действительно во всем мире очень мало, потому что все-таки это XII век. Так что, может быть, это действительно шедевр единственной нашей коллекции. Весь пантоон, необычайно сложный пантоон тибетского буддизма, есть в нашей коллекции, представлен в Харахото. Это и Будды, и бодисатвы, и в том числе вот Авалакитешвара. Самый главный бодисаттва – милосердие и сострадание, воплощение добра. Вот эта замечательная икона как бы соединяет в себе два стиля. Совершенно по-китайски написаны ученики Будды, как будто бы китайский художник их писал. И совершенно точно иконография соответствует правилам, которые назывались садханами, пантоона тибетского буддизма. Это же одиннадцатиликий Авалакитешвара. Его называют икадасом мукха – одиннадцатиликий, потому что, как рассказывает легенда, Авалакитешвара взглянул на землю и увидел, как много страданий. И от этого голова, его голова распалась на одиннадцати частей. Тогда Будда собрал все эти одиннадцать частей и собрал их в форме пирамиды над головой бодисаттвы и увенчал эту пирамиду своей собственной головой. Вот отсюда этот образ одиннадцатиликого Авалакитешвара бодисаттвы – существа бесполые, но обычно они изображаются в мужском облике. Много позже в Китае бодисаттва Авалакитешвара превращается в женский образ, и его, ее имя будет в Китае Гуань-инь. В соседнем саде вы это увидите. Еще один Будда, чрезвычайно популярный, у нас семь икон. Будда Пахайшаджья Гуру, владыка врачевания, Будда медицины. О том, что он врачеватель, указывают атрибуты. В правой руке он держит плод Мираболана, ну, это такой целебный плод, и в левой руке чашу, наполненную теми же плодами Мираболана. Мираболана. Ритуал почитания и вообще буддийский ритуал, но для простонародия он несколько иной. А эти иконы предполагают все наши танки. Они предполагают совсем другие состояния. Они не обращаются с просьбой, а нужно было заниматься созерцанием, медитацией. Это очень сложный процесс, который доступен только хорошо образованным людям, которые прошли всю школу духовного воспитания. Когда некий монах или верующий просто сидит в состоянии медитации, то он должен воспроизвести перед своим мысленным взором, визуализировать всех персонажей, изображенных на иконе или в мандале. Вот там напротив мандалы висят. И в последнюю очередь он должен визуализировать главного персонажа и отождествить себя с ним. И потом уже дальше действовать. Он сам действует от имени этого персонажа. И тогда он уже может исполнить любую просьбу, с которой к нему обратились другие верующие, которые не владеют этим ритором. Главная нравственная заповедь буддизма вообще – мудрость и сострадание. И вот воплощением мудрости и сострадания является вот эта икона, где изображен самвара, ну, самвара тоже Будда, но это слишком сложно объяснять, самвара и ваджроварахи. Ваджроварахи – алмазная свинья, а самвара – это воплощение высшей радости. И вот эти любовные объятия вовсе не означают, не имеют эротического смысла. Это союз мудрости и сострадания. Ну и опять же вот в окружении всего положенного круга божеств и на фоне кладбищ. Кладбище – места для медитации. Вот именно там и проходили монахи первую ступень обучения и доходили до последней. Но, наверное, опять же самое интересное – это те персонажи, которые изображены вокруг центрального образа. В нижних углах темнолицый человек – это знаменитый Наропа, знаменитый учитель, переводчик, проповедник буддизма. Он родом из Индии. И он был учителем в одном из индийских университетов. А напротив Марпа – тоже очень знаменитый тибетец, который как раз проходил школу обучения у Наропы. И Марпа в белом немонашеском одеянии, он не был монахом, он был учителем и наставником милорепы, великого тибетского поэта и отшельника. Я думаю, что он тоже изображен здесь, на этой же иконе. На Наропы и Марпы еще два персонажа. Это великие ситхи. Вот такие были волшебники, которые умели летать над землей, которые обладали всякими другими талантами магическими. Вот ситха, который, человек, который протянул руку, указующую куда-то кверху пальцем. Это знаменитый Верупа. Что за странная иконография? Оказывается, очень дело простое. Верупа шел, шел, вдруг увидел кабачок и захотел отдохнуть и выпить. А ему сказали, уже солнце садится, кабачок закрывается. А он сказал, а я остановлю солнце. И вот так вот с поднятой рукой, указующим перстом, он остановил солнце. Вот такие вот ситхи волшебники. Это колоссальный пантеон. И вот те, которые изображены тоже в объятиях, это тоже сам Варасваджра-Варахи в разных своих ипостасях. Здесь есть вот это все. А внизу, в центре, это Ачила, страж этой иконы. Он защищает содержимое, содержание этой иконы. Вот такой вот толстый, косоглазый Ачила. Здесь отрубленные головы висят. Это не значит, что сам взял и их отрубил. Это просто знак трансформации сознания. Вот знак того, что ты переходишь уже на другую какую-то ступень, где все это не важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok